Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава Третьей книги Царей Я читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод с небольшими комментариями Ну вот у нас 19 глава, она описывает главную встречу пророка Илии Встречу с Богом на горе Харев, где, собственно говоря, было откровение Моисею И 20-е дает такую небольшую интермедицию Вот вся эта часть Третьей книги Царей, она про поединок царя Ахава и пророка Илии Царь Ахав – язычник, более того, активно насаждает язычество Соответственно, Илья с этим всячески борется Ну и вот здесь у нас история про то, как арамейское царство в Дамаске Вмешалось в эту борьбу То есть, каким-то образом, даже арамейское языческое царство Оказывается инструментом в руках Бога для того, чтобы переломить ситуацию Арамейский царь Бен-Хаддат, собрав все свое войско А с ним еще 32 царя со всадниками и колесницами Выступили в поход и осадили Самарию Самария – это столица Ахава, Северного Израильского царства Он отправил послов в город к израильскому царю Ахаву с такими словами «Твое серебро и золото теперь мое, и лучшие из твоих жен и детей тоже мои» Израильский царь ответил «Как сказал господин мой сам, я твой, и все мое твое» То есть, вот, видимо, силы настолько неравны, что Ахав, такой грозный Ахав, который там преследует пророков, ну, отдает вообще все, включая членов своей семьи Снова пришли послы и передали, что говорит Бен-Хаддад «Я уже посылал тебе с требованием отдать мне твое серебро и золото и жены детей Завтра в это же время я пошлю к тебе твоих слуг, чтобы они осмотрели твой дворец и дома твоих слуг И что есть у тебя ценного, пусть забирают и уносят» Ну, то есть, это уже полный грабеж, да, когда вообще ничего не оставляют Царь Израильский собрал старейшин своей страны и сказал ему «Смотрите, сами рассудите, какой он готовит беду Он требовал у меня моих жен и детей, серебро мое золото, и я не отказал ему Все старейшины и весь народ ответили ему «Не слушай и не соглашайся» Ну, это уже слишком, да? Тогда он ответил послам Бен-Хаддада «Передайте господину моему царю, чего он требовал прежде, исполню, а этого сделать не могу» И послы передали его ответ Вот что сказал ему через послов Бен-Хаддад «Пусть так-то накажут меня боги и так-то добавят Если останется от Самарии достаточно праха, чтобы каждому, кто под моим началом, взять хоть по горсточке» Все уничтожу, да? Царь Израильский передал ему в ответ «Пусть хвалится не тот, кто опоясывается мечом, а тот, кто снимает его после битвы» Понятно, вот когда ты нас победишь, тогда и говори Бен-Хаддад услышал это слово, когда он пировал с другими царями в шатрах Он велел своим войскам строиться, и они встали перед городом «Тогда один пророк приблизился к Ахаву и сказал Вот что говорит Господь, видишь ли, все это великое множество Я предам его сегодня в твои руки, узнаешь, что я Господь» Соответственно, Ахав язычник, по сути дела, да? И у него уже был опыт с Ильей, который вместе с пророками Ваала приносил жертву Но жертва Ильей состоялась, загорелся жертвенник вместе с возложенным животным А жертва Ваалу нет, но этого мало, да? Вот тогда была засуха, теперь еще одно бедствие, нашествие врагов «Я предам его сегодня в твои руки, узнаю, что я Господь» Ахав спросил, «Через кого?» Тот ответил, «Так говорит Господь через бойцов областных правителей» Ну, то есть местное ополчение, которое там по стране остается Тогда он спросил, «А кому начинать битву?» И тот ответил, «Тебе» Ахав выстроил бойцов областных правителей, оказалось 232 За ними он поставил весь остальной народ, и всех израильтян было 7 тысяч Не очень большой войск, они выступили в полдень А Бен-Хаддад все пьянствовал в шатрах с 32 подчиненными царями Первыми выступили бойцы областных правителей Бен-Хаддад послал дозорных, и ему доложили, что какие-то люди вышли из Самарии Он сказал, «Если они вышли с миром, схватите их живыми А если вышли сражаться, все равно схватите живыми» Да, ему кажется, что в любом случае победа за ним А из города все выходили бойцы областных правителей, за ним все остальное войско И каждый из них разил врагов Арамеи побежали, израильтяне погнались за ними Арамейский царь Бен-Хаддад бежал на коне вместе со всадниками Тогда вышел и сам царь Израильский, разя и всадников, и колесницы Великое поражение было нанесено Арамеем Тогда тот пророк подошел к царю Израильскому и сказал ему «Набирайся сил, посмотри, рассуди сам, что сделать, потому что через год Арамейский царь снова пойдет на тебя войной» А слуги Арамейского царя сказали ему «Их бог – это бог гор, поэтому они и одолели нас в горах Но если мы сразимся с ними на равнине, то одолеем их Сделай вот что Убери царей из престолов, поставив вместо них собственных правителей Так ты можешь набрать себе войско вроде того, которое у тебя погибло И всадников и колесниц столько же И пусть они сразятся с арамейсками на равнине Тогда мы точно одолеем их Он послушался совета и так и сделал То есть он делает государство более централизованным А главная вот эта идея, что Господь есть бог только гор И на равнине легко можно победить тех, кто за него сражается Через такое же время Бенхадад собрал Арамеев и выступил к Афеку для битвы с израильтянами Собрались и запаслись продовольствием сына Израилева Они выступили им навстречу Израильтяне встали перед Арамеем и лагерем, словно две отара овец А те заполнили всю землю Человек Божий подошел к царю израильскому и обратился к нему «Вот что сказал Господь» Царь Арамейский говорил, будто Господь – это бог гор, а не бог равнин «Зато предам я все это великое множество в твоей руки и будете знать, что я Господь» Они стояли лагерем друг против друга семь дней На седьмой день они сошлись для битвы И поразили израильтяне в один день сто тысяч пеших Арамеев Остальные побежали в город Афек, но городская стена рухнула И погибли оставшиеся двадцать семь тысяч Бенхадад бежал в город и метался там по комнате Такое прямо несколько пародийное изображение вот этого поражения Но смысл именно в том, что Ахав убедился – Господь дарует победу, да, не Ваал Его слуги сказали ему, Бенхададу, Арамейскому царю Мы слышали, что цари израильские – вы милостивые цари Без одежды, в одних повязках из мешковины, с веревками на шеях Мы отправимся к царю израильскому, возможно, он сохранит себе жизнь Помните, как там этот самый Бенхадад собирался обязательно живьем брать в плен израильтян? Ну, вот теперь израильтяне берут их в плен живьем Они надели повязки из мешковины, повесили на шеи веревки Ну, то есть, сделали себя пленниками добровольно И пришли к царю израильскому со словами «Слуга твой Бенхадад молит пощадить его жизнь» Он ответил «Так он еще жив?» «Он не брат» Они приняли это за добрый знак, подхватили сказанное им и повторили «Бенхадад, тебе брат» Царь сказал «Ступайте, приведите его» Когда Бенхадад вышел к нему, он посадил его к себе на колесницу Бенхадад сказал ему «Города, которые мой отец взял у тебя, я возвращаю тебе И можешь завести себе торговлю в Дамаске, какой отец мой завел в Самарии» Ахав ответил «Заключим договор, и я отпущу тебя» Они заключили договор, и он отпустил его Ну, вот вполне нормальный мирный договор, который был заключен Интересно, как подробно это описывается Может быть, именно потому, что в этот момент своей жизни Ахав все-таки выступает за Господа, а не за Ваала Один человек из сынов пророческих сказал тогда другому По слову Господню, бей меня Но тот не стал его бить Тогда он сказал За то, что ты не послушал глаза Господа Тебя разорвет лев, когда ты выйдешь от меня Он пошел прочь ему, встретился лев и разорвал его А тот первый нашел другого человека и сказал ему «Бей меня», и он избил его и изранил Вот странная история Пророк, который требует, чтобы его избили Но дело в том, что пророки очень часто делали символические поступки Которые призваны были нечто показать Так и здесь Пророк отправился туда, где должен был проехать царь И встал там, скрыв лицо под повязкой Когда царь приезжал мимо, он громко обратился к нему «Я, твой слуга, участвовал в битве» И вот ко мне подошел один человек и привел пленника Сказав «Стереги его, если упустишь, то собственной жизнью заплатишь за его жизнь Или отдашь талант серебра» И вот твой слуга отлегся на то и на другое А пленника уже нет Ну вот он изображает такого раненого ветерана Которого должны убить На это царь израильский сказал «Ты ведь сам назвал, какой выйдет себе приговор» Тогда он сорвал повязку с головы Узнал его царь израильский, кто был один из пророков И он сказал царю «Вот что говорит Господь, ты выпустил из рук того, кого я проклял на смерть» Соответственно, высокую договаривающуюся сторону царя Дамаска «Теперь собственной жизнью заплатишь за его жизнь собственным народом за его народ» Царь израильский отправился дальше И вернулся в Самарию в тоске и тревоге Получается, что он не выполнил какого-то такого распоряжения Бога Уничтожить этого самого Бен-Хадада Вроде бы да Но наказан он будет не совсем за это История про то, как царь Ахав подойдет к своей погибели Она, собственно, в следующей 21 главе Субтитры создавал DimaTorzok